Здравствуйте! Это одна из лент, которую мы пересекаем всякий раз, когда мы приезжаем в Дубай. Я в Дубае уже третий раз, мне есть чем с вами поделиться. И, собственно, сейчас мы на станции Дубай Марина погуляем здесь. И я вам расскажу несколько вещей, которым я научился здесь, в Дубае, которые будут полезны и вам. Здравствуйте! С вами канал InDubai. Меня зовут Евгений Зотов. Я не являюсь профессиональным ведущим, но, однако, я отдыхаю в Дубае уже в третий раз. Именно поэтому я хотел поделиться с вами некоторыми своими советами, фишками и заметками, которые нам помогают интересно путешествовать уже не первый раз. Специально для вашего удобства я разделю эти советы на три небольшие группы. Это группа отелей и их выбор, некоторые фишки из отелей. Это группа еда, советы из этой области. И как можно разнообразить свой отдых в Дубае. Собственно, если вы досмотрите это видео до конца и подпишетесь на наш канал, вы будете узнавать много-много нового не только от меня, но и от других ведущих канала InDubai. Ну вот именно из-за такого вида, когда кругом тебя мегаполис, небоскребы, много интересных людей, много удивительных вещей, мы приезжаем в Дубай уже в третий раз. Сказать вам честно, когда мы были здесь первый раз, вот эта вот витиеватая башня, она только-только начинала строиться. И уже сейчас, когда известно, что Дубай выиграл Экспо, это одна из достопримечательностей, которая уже появляется на магнитиках и открытках. Ну, Дубай очень здорово, это очень чистый город. И тут классно отдыхать. Итак, первая группа советов, это советы по выбору отелей. Когда мы только-только планируем свое путешествие куда-либо, мы неизменно ищем отели, перелеты и так далее. Так вот, самое первое, что вы должны для себя четко усвоить, если вы не были в Дубае еще ни одного раза, звездности отелей здесь полностью соответствуют тому, что вы в них найдете. Мы отдыхали в двух, в трех и в четырех звездочном отеле, в планах и пятизвездочной. И действительно, отель четыре звезды, это практически полное отсутствие русскоговорящего персонала. И наш с вами соотечественников отель три и две звезды. Это, как правило, люди, которые говорят на русском языке, и персонал, и ресепшн. Там очень много людей, которые продают экскурсии. И если вы в Дубае первый раз, то вы сможете найти недорогие туры по Дубаю. Совет номер два. Планируя свой полет, обязательно обратите внимание на полетные графики авиакомпании. Потому что даже если вы летите от турфирмы, либо вы летите самостоятельно, полетные графики у авиакомпании очень сильно отличаются. Так, например, у Transair очень удобный полетный график вместе с Emirates. Вы прилетаете чуть поздним вечером, так что у вас остается целый вечер для того, чтобы погулять или как-то провести время. А улетаете рано днем. У других же авиакомпаний менее удобные полетные графики. И, тем не менее, решать вам, если не получается по датам, то все равно имейте это в виду. Совет номер три. Совет очень простой. Многие им пользуются. Многие пользуются, но, так скажем, не все. Самое простое, что вы можете сделать, это составляйте от 5 до 15 дирхам, сколько не жалко в номере. И тогда у вас всегда в отеле любой звездности будут чистые полотенца, вода, всякие там снеки и так далее. Как правило, многие этого не делают. Мы, читая отзывы о разных отелях, удивляемся тому, что пишут, что не убирают в номерах и т.д. и т.п. Потому что у нас с этим никогда не было проблем. Ну, собственно, на этом группу отелей и какие-то интересные вещи, инфакты об отелях мы завершаем. Если вам интересно узнать о каком-то конкретном отеле, лучше всего познакомиться с отзывами на Booking.com или подсчитать их на нашей группе ВКонтакте. О некоторых отелях мы сняли видео на своем канале. Вы сможете оценить их не по отзывам, а по видео изнутри. Спасибо. Перейдем в следующую группу. Итак, переходим к группе советов про еду. Я думаю, тут каждый найдет в себе отличное ощущение, отличный опыт в плане еды. Есть очень много национальных ресторанов. Широко представлены различные кухни. Вы сможете с собой навести пряности. Но обо всем по порядку. Во-первых, если вы действительно гурман и хотите попробовать нечто отличное от фастфуда и от домашней пищи, вам обязательно нужно ориентироваться на местные рестораны. Если в отеле у вас завтрак и обед, завтрак и ужин, то, тем не менее, найдите для себя минутку или день, когда вы сможете отказаться от этого небольшого представленного в отеле шведского стола и действительно посетить какое-нибудь отличное место. Совет номер два. Если вы, а наверняка вы туда поедете, будете у Бурдж-Халифы, это самое высокое здание в мире, действительно отличное место в Дубае, посетите обязательно ресторанчик, который выходит на фонтаны. Он находится на последнем этаже самого торгового центра Dubai Mall. Там вы сможете вкусно поесть и насладиться этим отличным видом на поющие фонтаны, на Бурдж-Халифу, на отель The Address. И сможете действительно получить незабываемые впечатления, а не стоять с телефоном и пытаться снять это все из толпы вот так вот. И для этого есть другая вещь, но о ней мы расскажем в группе развлечения. Совет номер три. Если вы хотите вкус Дубая вести с собой, мы очень рекомендуем купить с собой специи. Мы это всегда делаем, потому что специи здесь невероятное море. Это Восток, все специи относительно дешевые. У себя вы точно этого не купите, ну, если вы там не из соседних стран. Отличное место для этого, как это неудивительно, не рынок специи, а гипермаркеты. Специи там такие же, они там гораздо дешевле, вы сможете выбрать страну и не переплатить за них. Здесь представлены местные бренды и европейские бренды, такие как Spinneys, как Waitrose, как Giant, как K4. K4 есть во многих торговых центрах, таких, например, как Burjman, как Mall of the Emirates, где вы сможете действительно и попробовать кухню, и купить различные сувениры. Поверьте мне, сувениры реально лучше купить в супермаркетах. Почему? Потому что там они будут гораздо более качественные и действительно свежие. Там следят за датами, за такие вещи, как Финики, всегда будут отличным подарком для ваших коллег, бизнес-партнеров и просто для родственников. Итак, следующая группа, это, можно ее назвать развлечения, можно ее назвать не забудьте сделать в Дубае. Но первое, о чем хочется сказать, это сувениры. Естественно, всегда все отсюда привозят очень много сувениров. Для сувениров есть две группы. Есть сувениры для себя, для себя, для семьи, для родственников. Есть сувениры, которые мы с вами просто привозим, чтобы кому-то подарить. Кому-то, кто знает, что мы были в Дубае. Для второй категории можно купить их в таких местах, как Gift Village. Это район Дей-Ре и, в общем-то, станция метро Баня-Сквер. Например, не попадаетесь на уловки купить дешевую шубу, купить дешевые часы и так далее. Если вы действительно хотите купить качественные вещи, а не копии подделки, то это лучше сделать в другом месте, но об этом чуть дальше. Итак, в Gift Village и в таких небольших супермаркетах, как Day-to-Day, вы сможете купить дешевые магниты, дешевые открытки и так далее. Там этого действительно очень много и хватит всем вашим коллегам. И также там все это достаточно дешево, и вы сможете там расплатиться как дирхами, так и картой. Ну, в общем-то, для этого нужно очень долго планировать то, где и как эти венеры купить. Если вы хотите купить что-то стоящее для себя, для своих родственников, для бизнес-партнеров, лучше это делать в моллах. В Эмиратах очень много моллов, мы о них рассказывали уже на нашем канале. Это такие крупные моллы, как Ibn Battuta Mall, Mall of the Emirates, Dubai Mall. И действительно вещи и сувениры в них гораздо более качественные. К тому же вам всегда дадут чек, вам всегда обменяют эти вещи. И вы действительно сможете насладиться процессом шоппинга, посетив еще и многочисленные интересные места. Об этом следующий совет. Если вам интересно очутиться в зиме, находясь непосредственно в лете, то обязательно посетите Mall of the Emirates, там есть отличный аттракцион ски Дубай. Мы там были и достаточно необычно, когда ты на лыжах катаешься практически в самом жарком мегаполисе мира. Также обязательно попутешествуйте сами. Экскурсии здорово, но там вас привезли, отвезли, там вы ограничены по времени. Дубай очень здорово устроен для самостоятельного туризма, потому все самые известные места, такие как отель Парус, Бурдж-Халиф, остров Пальм, вы сможете посетить сами, причем провести там столько времени, сколько вы действительно хотите. Продолжение следует... Ну и, собственно, последняя вещь, о которой хочется рассказать, это такие ленивые развлечения, которые доступны каждому. Если вы хотите сделать хорошие фотографии для себя в Эмиратах, ну, желательно, конечно, обратиться к профессиональному фотографу. Но если вы привыкли делать все сами, у вас есть хотя бы один гаджет, мобильный телефон или фотоаппарат, либо планшет, вы можете купить вот такую вот вещь. Это называется монопод. Можно это сделать на бане Square. Стоит это примерно 100-150 дирхам. И сделать очень интересное фото на нем. Также вместе с моноподом я рекомендую купить вот такую вот вещь. С виду это обычный мяч, но он вам сможет разнообразить ваш пляжный отдых, потому что он отталкивается от воды. И вы сможете поиграть с детьми, либо с друзьями, а не просто посидеть в теплой воде Персидского залива. Итак, чем бы хотелось завершить это видео? Пожалуй, очень приятная вещь, абсолютно бесплатная для туристов. И она есть в Дубай-Марине. Это вот такие вот кораллы и ракушки, которые вы сможете собрать для себя, для своих друзей. Абсолютно бесплатно на пляжах в Марине их очень много. Итак, на этом мы завершаем это видео. В нем вы узнали ряд полезных советов об отдыхе в Дубае, у которых обычно не написано в путеводителях и отзывах. И советы эти были из трех групп. Еда, отель и еды на дво-выбор, и небольшие развлечения. Подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, можете оставлять их в комментариях снизу. Я вам отвечу на них, как только вы их там оставите. Ссылка на это видео и ссылка на наш канал прямо под видео. Вступайте в группы на ВКонтакте. Подписывайтесь на YouTube-канал. С вами был Евгений Зотов. Канал InDubai. Снова из Дубая. Уверен, что приедем сюда и в четвертый, и в пятый, и в шестой раз. Проезжайте, отдыхайте. Тут здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok